Здравствуйте! Это Елена Сизова и наша передача «Грани современности». Сегодня у меня в гостях Станислав Галкин. У него очень много регалий, поэтому я зачитаю их. Это мастер спорта международного класса по УШУ, член российской национальной сборной по УШУ, девятикратный и абсолютный чемпион России, семикратный и абсолютный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр в Пекине. Добрый вечер! Добрый, добрый! Станислав, спасибо, что согласился прийти к нам на передачу. Все ли я рассказала, все ли твои регалии перечислила или все-таки что-то упустила? Ну, если брать более ранний период, наверное, там еще перед чемпионатами были первенства. Это те, которые выигрываются в ранге старших, младших юношей, юниорская спортивная карьера. Ну и правильно, конечно, экс-член сборной России, потому что в 2012 году, с 2012 на 2013 я заканчивал спортивную карьеру, а в остальном все верно. Спасибо. Хорошо. Станислав, вообще со скольки лет ты начал заниматься в УШУ и как получилось достичь таких результатов? Мне интересно именно с точки зрения каких-то успешных действий, это, наверное, есть какие-то определенные личностные качества, которые помогли тебе достичь таких действительно потрясающих результатов. Поделись, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Что касается начала, на самом деле с детства занимался разными видами спорта, как, наверное, родители привыкли в СССР сами ходить на разные секции, меня также пробовали отдавать в разные кружки спортивные. Это были обычные занятия в бассейне плавания, это были занятия детской, развивающей легкой атлетикой, чтобы научить просто ребенка бегать, прыгать, скакать, играть. Что-то специального, как футбол или еще чего-то, наверное, меня не зацепляло. И как-то раз меня друг пригласил, очень близкий друг, с которым были в садике вместе, он говорит, пойдем попробуем на одно занятие, я вот начал ходить, назывался это «Спортивный клуб «Гармония», который находился сейчас, ну это Новая Москва, в поселении Московский, на юго-западе Москвы находится, и там была спортивная секция УШУ. Сколько тебе лет было? Мне было семь с половинкой, ну почти восемь. То есть это было примерно такое детство, когда уже первый класс закончился. Я бы на самом деле рассказал немножко зрителям, слушателям, что такое УШУ, потому что, наверное, не у всех есть представление. Ну, как мы с тобой общались, я сказала, что для меня тэквондо, карате, УШУ – это примерно что-то одно и то же. Да, да, в действительности для многих людей их объединяют, наверное, общим словом, как восточное единоборство, зная то, что Восток – это где-то там Азия, Китай, и есть действительно разные направления. И как ты только что перечислила, тэквондо, карате, есть там айкидо, они, конечно же, это всё разные абсолютно направления, и родоначальниками одного являются японцы, другого – корейцы. УШУ исконно – это китайское, это китайское единоборство, китайское боевое искусство, и пошло оно, как многие знают, от монахов в Шаолине, и всё то, что у нас связано с Брюс Ли, Джетом Ли, Джеки Чаном, вот это всё у нас, ну и, конечно же, кунг-фу панда, воин дракона – это всё у нас УШУ. Многие, конечно, приходят ко мне и говорят, вот мы там слышали про УШУ, это замечательная дыхательная гимнастика, а кто-то приходит и говорит, я хочу научиться драться, это вот мне на УШУ как раз, это я вот помню в детстве, когда занимались, и действительно УШУ настолько многогранно, то, что оно совмещает в себе много-много стилей и много направлений работы с телом, и в целом это система оздоровления тела, которая уже использовалась также для выработки таких навыков, как самооборона. И вас так себе интересно. Чуть-чуть вкратце, да, чуть-чуть из истории. Хорошо, так вот, что помогло тебе достичь таких результатов потрясающих? Расскажи. Что помогло достичь результатов? В, наверное, периоде раннего детства, юношества с 8 до 14 лет, признаюсь откровенно, я чуть ли не бросал почти каждое лето занятия, потому что мне хотелось погулять с друзьями, побегать там, порезвиться, чем-то позаниматься, куда-то поехать. И, наверное, дедушка, ну, когда-то мама, папа были теми, чуть-чуть тренер, наверное, первый, потому что у меня сменилось, ну, вот, больших таких наставников, которые, я считаю, их было двое. Первый как раз тренер в секции, они, наверное, чуть-чуть стабилизировали меня и помогли немножечко остаться в этом виде спорта, продолжать заниматься. Только потом я стал видеть то, что очень многие успехи в жизни я в целом получаю из-за того, что именно в ушу я продолжал оставаться стабилен, развиваться, продолжать тренироваться, прорываться через разные сложности. И постепенно вырабатывался характер. Где-то вот в лет 14 у меня уже было достаточно осознанное решение, то, что спорт будет являться какой-то значимой частью жизни. То есть, если до этого это было просто детское увлечение, и там в лет как раз с 12, допустим, вот даже с 11 до 14 есть направление такое урбан-спорта уличного. Я катался на роликах достаточно профессионально, и все, на самом деле, трюки, которые я там мог делать и заслуживал уважения там со стороны молодежи, друзей своих, они тоже были, на самом деле, посредством ушу и посредством достижений, которые были в спорте сделаны до этого. Но в 14 лет был такой уже большой старт. Поняла. Стас, ты очень долгое время был только в спорте, занимался только спортом. Расскажи мне, как тебе удалось переориентироваться с профессионального спорта на бизнес? Потому что, насколько я знаю, ты уже много лет занимаешься бизнесом. Ну, в действительности, да, расскажу историю, как она была. Если двигаться вот с ровно 14-летнего моего возраста, то в 18 лет я уже попал на Олимпийские игры, и для многих спортсменов это является пиком, высотой вообще всей спортивной карьеры, то, к чему идут люди. Так получилось то, что в 16 лет я выступал и за сборную юниорскую, за юниорский состав, который выступает на соревнованиях до 18 лет. И также по уровню я тянул взрослые чемпионаты. То есть я разрывался на два вида стартов. И все виды чемпионатов Европы и России я закрывал и по юниорам, и по взрослым. Ну, на России выступал действительно там по взрослым. А вот международные старты мне надо было ехать и на юниорские, и на взрослые. Так продолжалось, наверное, как раз до совершеннолетия. В 16 лет я выигрываю первую абсолютку на чемпионате Европы. В 16 лет становлюсь абсолютным чемпионом Европы по сумме трех направлений. Как, грубо говоря, в гимнастике существует у нас. Можно там выиграть вольную программу, можно выиграть на брусьях, можно выиграть на перекладине. То же самое в УШУ есть определенные виды. И я становлюсь абсолютным чемпионом Европы в 16 лет. В 17 на предолимпийском чемпионате мира это было серебро тоже. А в истории там всего было одно серебро. И то не в тех видах, в которых выступал я. У России. Да, у России. То есть до этого были вообще только женские медали. Золотых не было до, наверное, недавнего 15-го года. Как произошло перетекание такое вот в бизнес? Первое, наверное, это был статус, который я стал занимать в 2007 году. Это статус вице-президента Федерации УШУ по Московской области. Хоть в работу и входило в большей степени подписание документов, небольшое присутствование там на собраниях, я стал понимать то, что помимо спорта вообще люди занимаются еще чем-то, чем-то важным, уделяют еще чему-то, оказывается, много-много времени. И все началось, наверное, с сетевого маркетинга. Компании сетевого маркетинга, как, я не знаю, слушатели знают или не знают, разные сетевые компании, которые есть на рынке, предоставляют разные виды услуг, там либо товары для здоровья, косметики, там бытовая химия для дома. Не буду называть марок, в общем, занимался, как раз друг пригласил, говорит, пойдем в одну из таких компаний в 2009 году сходим. Занималась она биологически активными добавками, и больше всего мне понравилось там обучение. То есть я был чуть-чуть против вообще витаминов дополнительных, поскольку знал, каким образом можно здоровье поддерживать и что для этого нужно. Много всего изучал уже к тому периоду. Чуть позже расскажешь, да? Обязательно, обязательно коснемся. И в 2009 году попались такие люди на как раз тренинги, семинарии обучающим, которые немножко повернули мое мировоззрение в отношении финансов. Наверное, я бы даже сказал то, что в семье и в окружении спортивном оно было чуть-чуть неправильное. На тот момент я подумал, чем могу заниматься, что более близко к моей области, и начал заниматься транспортировками из Китая. И это был интернет-магазин, сначала в партнерстве. Я просто был помощником человека, у которого был открыт этот магазин, набирался опыта, и после этого уже самостоятельно стал заниматься спортивным инвентарем непосредственно моего вида спорта, потому что я в этом разбирался. Это был первый старт, первый опыт в бизнесе такой, который, конечно же, потом был провальный. Знаний, опыта никакого не было. Но первые финансы, первые какие-то доходы, они воодушевляли, поднимали меня в энтузиазм по отношению к этому, и хотелось развиваться, двигаться дальше, что, собственно, потом и осуществлял. Поняла. Смотри, ты мне рассказал, что сейчас развиваешь проекты, и связанные с обучением, и всё равно это связано со здоровым образом жизни. Вообще можешь подробнее рассказать, что это за проекты, какая у тебя есть цель? Ну, поделюсь целью, наверное, самой-самой большой, поскольку, наверное, так сложилось то, что, может быть, сейчас все это принимают, так, как должно быть, что люди ищут своё призвание в жизни, ищут направление. У меня лично получилось так, что как-то, наверное, я попал в колею, потому что первые свои деньги вообще там в… А, я, кстати, ещё работал на хлебозаводе в 12 лет. Там я понимал, что это была не моя колея. Если мы говорим про спорт, на самом деле первые деньги я начал получать за то, что я любил делать. Тренер никогда не направлял на медали, на то, чтобы завоевать какое-то звание. Он больше говорил как о искусстве, как о способностях в мастерстве, которые ты можешь развить, ну и потом пользоваться, другим передавать, как-то использовать в жизни. И первые деньги я начал получать как раз за то, что занимался, тренировался, то, что мне доставляло удовольствие. И дальше мой выбор, когда в жизни встал выбор вообще, чем заниматься дальше, это был 2012 год после окончания спортивной карьеры. Кстати, почему ты решил окончить спортивную карьеру? Вообще во сколько лет принято у вас это? Во сколько лет принято? Ну, я бы сравнил вообще. Ушу разделяется на два направления. Одно из них контактное, то есть где реально дерутся. Очень похоже на тайский бокс. Тайский бокс, кто не знает из слушателей, зрителей. Это где можно бить по голове, к сожалению, людей. И руками, и ногами нельзя бить локтями и коленями. Но можно еще делать броски, как вот в борьбе, но нельзя дальше продолжать. То есть почти микс-файт. То есть почти вот Федор Емельяненко, а-ля Хабиб Нурмагомедов и так далее. Популярный микс-файт. И второе направление – это демонстрационные композиции, которые мы можем видеть даже в блокбастерах и фильмах. То, что люди там на быстрой скорости с разными палками, нончаками, ножами, мечами там носятся, бегают. Постановочные поединки. Это вот вторая часть как раз Ушу. Я в большей степени потом ушел в это направление. И на Олимпиаде также я выступал в демонстрационных композициях. По-китайски называется Тао Лу. То есть комплексы. Комплексы Ушу. Почему закончил? Наверное, был ранний такой взлет все-таки, я считаю. Хотя, может быть, и очень правильный. Потому что достаточно рано я смог посмотреть самую верхушку спорта, до которой многие доходят только в лет 25, кто-то там даже в 30. А ты во сколько участвовал в Олимпиаде? В 18 лет. Я был одним из самых молодых членов сборной России, которая была на Олимпийских играх в Пекине, на Пекинской Олимпиаде. И посмотрел то, что не всегда спорт это прям вот, как мне казалось, идеальное здоровье. Я увидел то, что имеет место быть в нашем огромном мире и политические моменты. Как раз там выпадал кризис 2008 года, конфликт Осетии и Грузии. Очень разные моменты, которые тоже меня заставили посмотреть на весь спорт большой в мире. Совсем по-другому. И дальше, наверное, у меня прошел еще чемпионат мира в Канаде в 2009 году, чемпионат Европы в Турции. От одного чемпионата мира я отказался и даже уже на нем не выступал. И финальным был чемпионат Европы, на котором я также занял первое место, выиграл золото. После этого уже решил заканчивать спортивную карьеру. Ну, ушел на большой победе, да, чемпионат мира. Да, да. Классно. Хорошо. Так мы говорили о том, какие у тебя проекты сейчас, да, вернемся к этой теме. Возвращаемся от спорта к живым проектам в настоящее время. Когда у меня встал выбор, чем заниматься, я стал понимать, что именно это мне действительно в жизни нравится. Несмотря на то, что, наверное, спорт не всегда может принести столько денег, сколько нужно. Но я стал думать в этом направлении. Через какой-то период времени я стал заниматься областью коучинга. Это ведение людей по персональным программам для достижения целей. Начиналось это с банального спорта, того, что я умел там лучше всего. Изучая темы здоровья, я также стал вести и составлять программы для людей по областям здоровья. И также составлять программы для фитнес-клубов, детских развивающих центров, детских садов, различных образовательных учреждений, развивающих центров. Везде, где у нас представлено доп. образование. То есть по твоим программам даже сейчас продолжают работать эти школы? Сейчас, да, в некоторых школах продолжают также заниматься дети. Я обучал там, ну не тренерский штат, а можно сказать штат педагогов, которые работали с детьми и проводил им обучение в области спорта, физической культуры. И как раз хотел поделиться, наверное, целью, которую я вижу как своя большая цель. Это чтобы на каждом возрастном этапе вот в нашей цивилизации, где бы мы ни находились, на планете Земля, чтобы тела у людей, их здоровье телесное было в самом оптимальнейшем состоянии, то есть в самом лучшем. И сейчас много людей вот смотрят на тему здоровья. На тему здоровья то, что вроде медицина как бы растет, а почему-то болезней, трудностей все равно возникает очень много, которые люди не знают, как решать. И изучая там народную медицину, которая раньше считалась традиционной, сейчас считается нетрадиционной, наоборот, традиционную медицину, с которой люди сталкиваются в медицинских учреждениях, сейчас я как бы обладаю определенными знаниями и взглядами на вообще тему физической культуры, чтобы у людей появилась культура в отношении здоровья, что надо сделать с телом с момента того, как человек рождается и до момента того, когда уже пора уходить на покой. И вопрос в том, будем мы лежать в кровати или мы будем где-нибудь. Сердечный приступ, если он и будет, то он будет где-то на беговой дорожке, либо когда мы будем лезть на Эверест. Ну и в возрасте 100 лет. Да, 150 желательно. Хорошо. Стас, смотри, у нас цель нашей передачи, чтобы каждый выпуск был полезен для людей. И поскольку тема здоровья сейчас очень актуальна, ты сейчас и сам связан с темой обучения, насколько я знаю, ты делаешь курсы, онлайн-курсы. Да, сейчас есть онлайн-школа, вообще немножечко расскажу, что сейчас в деятельности есть. Помимо ведения персонального в формате онлайн и оффлайн клиентов, также, поскольку стало очень активно развиваться интернет-пространство, я стал понимать то, что меня не хватает в 24-часовом дне для людей. Через интернет есть возможность дотянуться, дать уроки, дать информацию большому количеству людей. Поэтому ответом на мой внутренний вопрос было создание онлайн-школы. И я думаю, перед зрителями, слушателями можно даже задекларировать то, что можно будет через, я думаю, полгода уже полноценно посмотреть на какое-то количество курсов, которые я собираюсь сделать в ближайшее время, наконец-то уже своих, не кого-то продюсируя и помогая развиваться, а самостоятельных, которые мне хотелось бы передать людям. То есть это направление онлайн-школы, онлайн-курсов. Также у меня сейчас есть проект под названием АЭМ-экадемии. Это проект детского спорта от 4 до 18 лет. Это франшиза, которая скоро выйдет на рынок, я думаю, России, СНГ и зарубежный рынок, которая содержит в себе элементы разных направлений комплексного подхода к физическому развитию в основном детей. Это немножко у деятельности, которая сейчас идёт. На самом деле, деятельность у тебя очень социальная, потому что я вспоминаю своё детство и своё окружение, я до сих пор удивляюсь, как я не перешла на алкоголь и что-то ещё посерьёзнее, всё лишь потому, что я всё время проводила в спортзале, я занималась волейболом. Очень круто. Ну, достаточно серьёзно там, поэтому спорт, я вижу, это действительно огромное решение, просто чтобы поколение росло здоровым и физически, и морально. Да, да, я с этим согласен. В этом есть очень большая доля, правда. Да, поэтому в этом плане могу лишь пожелать тебе успеха и поддерживаю в этом. Хорошо, так вернёмся к какой-нибудь полезности, да, какой ты можешь поделиться с нашими зрителями, чтобы они могли это применить и уже получить какую-то пользу от этого. Хорошо, хорошо. Ну, наверное, я бы поделился первое вообще взглядами на тему здоровья, поскольку у меня проводятся лекции в области как раз здоровья, и я немножечко с этого вообще начинаю, потому что, ну, как бы культура занятий физической культурой, там, физической культурой как уроком в школе, оно вот, к сожалению, там, как даже не побоюсь слова, как вот его сделали физра, оно чуть-чуть кастрированное от слова, от словосочетания физическая культура, да, то есть знание о нашей физической составляющей. И само здоровье я понимаю как ряд компонентов, и они достаточно очень определённые. Наверное, было бы классно, если бы в наших школах были полноценные уроки, посвящённые как раз анатомии, биологии, такой прикладной, чтобы людям потом не приходилось лезть как раз, пускай даже в эти онлайн-курсы, или идти куда-то специально изучать, как же устроена вот эта наша машина, в действительности машина, в которой мы проводим потом, ну, всю жизнь, мы всю жизнь на ней ездим, эксплуатируем её, и люди, дойдя до даже какого-нибудь там уже преклонного возраста, я иногда вижу, что не знают, не обладают стабильными какими-то знаниями в отношении тела. Так вот, я бы рассматривал именно телесное здоровье, в первую очередь, не говоря о здоровье там духовном, да, разума, чтобы он нормально функционировал, то, что есть определённые компоненты, и как любого человека можно спросить, даже ребёнок, наверное, ответит, что чтобы нам жить, нужен воздух обязательно, то есть мы должны дышать, обязательно должна в тело поступать жидкость, обязательно питание, обязательно сон и обязательно физическая активность. Это вот как пять пальцев на руке, мы можем запомнить и передавать из поколения в поколение. Остаётся только понимать то, что на самом деле каждая из этих вещей сейчас очень популярна стала, там, мы берём какого-то автора, и он говорит, вот самое главное в жизни – это дышать через левую ноздрю. Восемь? Нет, девять раз. И мы видим то, что там автор склонен к тому, то, что он перетягивает всё одеяло в область дыхания, к примеру. Или берём там исследование японцев, которые рассмотрели клетку воды, то, что она вся структурная, и они говорят, вот самое важное – это вода. 30 мг на 1 кг тела, пожалуйста, рассчитайте, пейте. Вода должна быть такая, определённо щелочной, отрицательно заряженной, то есть кислотно-щелочной баллон, они всё расскажут нам, и мы видим то, что перетягивание идёт на сторону воды. Хотя, кстати, вода сама по себе, я бы правильно выразился, что телу нужна не вода, а жидкость, потому что есть люди, которые, допустим, живут на соках. Ну реально, сейчас есть люди, которые вегетарианцы, они не едят мясо, есть веганы, которые не едят вместе с этим молока и яиц не употребляют, есть люди сыроеды, это тоже становится модным, они только на сыром питании, ни жареном, ни варёным, ни пареном, ни замороженно-размороженным, просто вот как вот в природе выросло что-то, ну они что-то с чем-то смешивают и едят. В принципе, тоже абсолютно нормально. А есть люди, которые просто на соках, то же самое, только вот как фрукторианцы по-другому называют, и есть те, кто на соках существует. И что я просто хотел сказать, то что вода по определению это жидкость без вкуса, цвета и запаха. В действительности даже человеческое тело состоит из гигантского количества жидкостей со вкусом, цветом, запахом, и человеческому телу нужна жидкость. Вот, это то, что нужно как бы уяснить. Также телу нужно движение обязательно, и нужен противоположная сторона, как черное и белое, как инь и янь, там в восточной философии, как пол-потолок, телу нужно двигаться и телу нужно отдыхать. К сожалению, сейчас вся деятельность человека сконцентрирована, получается, он вроде бы и активен, но он сидит. Вроде бы и активен, но он лежит, к примеру. Или вроде бы он активен, но он ходит. Это вот три такие вещи, которые люди выполняют больше всего в физической своей активности. Потому что очень много автоматизация, механизация, роботизация привела к тому, что люди проводят, вот мы сейчас тоже опять сидим, мы сейчас не бегаем, не прыгаем, ни руками, ни ногами не машем, мы сейчас сидим, разговариваем. Поэтому правильное движение, сон. Сколько это надо физической активности? Ну, среднему человеку для поддержания нормального состояния. Ой, я сейчас скажу ужасную вещь. На самом деле скоро будет курс, и я хочу в виде марафона это запустить. Это 50 обязательных движений в дне. Немножечко прям об этом расскажу. Если вы, дорогие телезрители и слушатели, у нас не задумывались над тем вообще, в какие стороны наше тело может вращаться, к примеру, взяв если шею человеческую, и вот куда мы головой можем покрутить, это всего лишь 6 определенных направлений. То есть мы можем вперед голову наклонить, назад, влево, вправо, повернуть влево, повернуть вправо. У всех очень разная амплитуда. Кто-то может почти как филин закрутить ее там, кто-то только на 90 градусов, она уже так, допустим, не крутится, если мы возьмем более пожилого человека, которые трудности какие-то, может быть, были. Но все равно эти направления есть. И что я заметил? Если тело не использовать, и эти направления, чем больше ты не задействуешь в дне, не важно там, насколько ты много бегаешь, потому что сам бег, ну вот ответьте сами себе на вопрос, сколько во время бега у вас поворачивается голова, в скольких направлениях, а насколько работают хорошо руки, плечевой пояс, вы их поднимаете, а кистями вы как крутите. Там в основном работают ноги, поэтому у людей ноги там и устают, и проблемы бывают там с коленями, если человек очень много бегает, неподготовлено в неправильной обуви, не зная техники. Так вот, я убедился на практике, закончив спортивную карьеру, сделав определенную программу свою авторскую по авторским зарядкам, убедился на практике, что делая правильные зарядки, когда мы комплексно прорабатываем все тело, хотя бы по чуть-чуть, оно себя чувствует просто в идеальном состоянии, и даже постепенно улучшается по теме гибкости, не теряется сила, и само по себе это удивительное открытие было для меня. А сколько времени занимает зарядка? Минимально, наверное, ну за 5 минут я ее успеваю в самолете сделать. О! Да, быстренько. То есть за 5 минут каждый день? Да, то есть 5 минут каждый день, но это минимум, не надо себя обманывать, то что у нас уйдут 10 килограмм веса, 8 кубиков будут прекрасно видны, бицепс будет 54 сантиметра, и мы будем прыгать, как человек-паук по стенам. Нет, нет, обманывать не буду, но по крайней мере функционировать тело будет очень хорошо. То есть нам стоит просто знать, то что наша кисть может поворачиваться в 4 направлениях, сделать движение вверх-вниз, вовнутрь-наружу, сделать вращение в одну сторону, в другую. Этого достаточно для кисти. То же самое локоть, то же самое плечо. Конечно, каждая часть. Я даже стараюсь избегать для простоты, для людей, медицинских терминологий, потому что не все отчетливо понимают, что такое мышцы, суставы, и называют эти вещи как точка подвижности. Там, где у человека что-то двигается. И вот таких точек у нас, слава богу, никак у осьминога. Их ограниченное количество, их можно посчитать. Они не увеличиваются за период жизни, поэтому двигаться надо ими, в них только надо знать, как двигаться. Поняла. Ты говорил про питание, что есть вегетарианцы, веганы, сыроеды. Сам относишься к какой-то из этих категорий? Или все-таки мясо кушаешь? Хотела пошутить, сказать то, что я проноед, питаюсь солнцем, лампы, которые сейчас светят. Отчасти правда... Питер – это тяжело, нам нужно какое-нибудь другое средство. Да, тут можно быть, вот сейчас на улицу выходили, ветроедами, допустим, морозоедами, потому что скоро зима, прохладненько. На самом деле, я попробовал много видов питания. И если говорить конкретно, как питаюсь я, питаюсь я, наверное, со стороны обычного человека, ну, нестабильно. Раз, а два, наверное, ну, вот такой хаос присутствует. Я могу позволить себе есть много всего, но когда-то открыл один интересный метод чистки, что помогает, даже если я позволил себе что-то съесть, такое, что несочетаемое, не совсем считается здоровым, да, ну, возьмем фастфуд, гамбургер, да, пошел, съел бикмак. Какой ужас, он съел бикмак. Нет, к этому так не отношусь, хотя раньше относился именно так, потому что где-то года два я побыл, попробовал без мяса на вегетарианстве, где-то полгода я попробовал и прям вот строго сидел на без яиц, без молока. Веган. Да, на веганской истории. Где-то месяца два с половиной я был на сыроедении, и я видел, что происходит, понимал то, что, наверное, телу даже нужно чуть больше времени, чтобы перестроиться, и на всяких, на тот момент в форумах, да, у людей, которые реально это пробовали, кто-то говорил, да, то, что три с половиной года нам нужно, чтобы вот перестроилось полноценно все. И также у меня, как это, ну, неправильно называть личный рекорд, просто был опыт в жизни сухого голода, когда не ешь и не пьешь 9 суток. Конечно же, я раньше думал, как и все люди, что трое суток и кирдык. То есть ты полностью засохнешь, умрешь и все. Происходит обезвоживание. Оказалось, что это очень-очень большая неправда. То есть это реально неправда. То есть после трех суток с тобой ничего не происходит, и на седьмой день я прекрасно плавал в проруби. У тебя по поводу сухого голода тоже будет какой-то курс? Да, я обязательно. У нас просто в рамках передач, мы, к сожалению, у нас уже время, прям осталось 5 минут. Окей, окей. Просто расскажу то, что, наверное, это возможно раз, два, курс будет, да, будет, в котором познакомлю с тем, то, что я находил вообще в жизни интересного на эту тему. И очень скажу, наверное, самое главное данное, которое для многих будет хорошим подтверждением. Просто посмотрите, по-моему, фамилия Айоси, японского ученого, который получил Нобелевскую премию 16-го года за эффект аутофагии. Аутофагия – это самоедение. Автосам, аутосама и фагоспитание. Самоедение. Что происходит с организмом, когда он голодает? Он на клеточном уровне все объяснил, получил Нобелевскую премию в области биологии, вот для неверующих можно посмотреть. Спасибо. Вот еще у меня один вопрос остался. Я знаю, что сейчас вплотную подошел к сфере обучения, даже проводишь тренинги по ораторскому искусству, ну и вообще, в принципе, обучением занимаешься. Вот слышала уже отзывы, что это очень классно. Подскажи, есть какие-то инструменты, которые тебе помогают, что позволяет достигать эффективности? Вот вкратце у нас буквально 5 минут. 5 минут, окей, окей, да. На самом деле вообще проведение тренингов, семинаров, лекций начиналось у меня это с области здоровья, и, как ты сказала, действительно даже проводил недавно мастер-класс, семинар школы лекторов. Сам я проходил, это продукт моего хорошего друга, знакомого Димы Рыжова. В 16-м году, 16-го на 17-е, я проходил сам первый раз в школу, и был учеником этой школы, выпускником потом стал, и, соответственно, уже сейчас проводил по этой программе обучение лекторскому мастерству, лекторскому искусству, ораторству уже самостоятельно с группой. Что помогало вообще в течение очень многого времени? Наверное, скажу так, то, что с 13-го года была такая находка у меня, то, что хоть и много всего я в жизни нашел интересного, я нашел одного автора, который очень много, наверное, сильно мне помог, зовут его Рон Хаббард, и я бы не сказал, вот с первого взгляда, я считал то, что я очень много знаю, мнение о моих знаниях, мое самомнение, оно было, да нет, какой, тут, наверное, потолка не хватит, вот, но системности в этом, наверное, не хватало, и я очень, было похоже, как творческая мастерская, где такой хаос просто царит, и такой вот сумасшедший ученый достает что-то, ваяет, получается какая-то красота интересная, но после данных, которые я нашел у Рона, у автора, как конкретно у философа, который разные области жизни рассматривает, у меня все очень-очень сильно структурировалось, и в целом, во всех областях жизни, я вот, наверное, могу перечислить то, что это личное отношение к себе, даже к здоровью, к спорту, системность в этом, область семьи, у меня сейчас там двое деток, маленьких, мне 28, мы в супружестве уже 5 лет, двое деток, область семьи, область на работе, взаимодействие с людьми, в целом отношение ко всему миру, наверное, у меня вот оно структурировалось, упорядочилось очень хорошо, благодаря этому автору и книгам, информации, которые я там подчеркнул для себя. Классно, спасибо большое, ну, у нас уже время закончилось, большое. Такое бывает. Да, на самом деле, я бы с удовольствием еще узнала, но я буду ждать твоих курсов и по сухому голоду, и других, курсов. Спасибо. Вот, большое тебе спасибо, я надеюсь, дорогие друзья, вы увидели здесь что-то полезное, призываю вас всех поддерживать, тело в отличном состоянии. Обязательно. Чтобы оно служило нам долго, служило верой, верой и правдой. Верой и правдой, да, и вы вместе с ним. Да. Все, большое спасибо, Станислав. Спасибо. Спасибо. Благодарю. 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 Телка. Спасибо. Продолжение следует...